Ухоженные клумбы, декоративные украшения под окнами. Сразу и не скажешь, что мы находимся в исправительной колонии для женщин. Красоту здесь навели сами осужденные. Эта часть учреждения – новый центр с облегченными условиями содержания. Сюда хотят попасть многие, но есть строгие условия отбора. Для того, чтобы получить облегченные условия содержания, осужденная необходимо трудоустроиться. Также необходимо, чтобы она характеризовалась положительно, не имела нарушений, и стремилась, конечно же, к освобождению. В этой колонии четыре исправительных центра с начала года заменили систему отрядов. В каждом есть свой психолог и соцработник. От подъема и до отбоя сотрудники находятся рядом со своими подопечными. Обитатели центра номер один, помимо этого, пользуются правом на дополнительные свидания, могут расходовать больше средств своего лицевого счета. Здесь даже есть свой зооуголок. В седнем отделении есть кошка, которая вот родила котя. Одного мы себе взяли, котенка. Пока он маленький, он боссик. В будущем будет босс. Как говорят осужденные, чтобы получить такие привилегии, нужно очень много и добросовестно трудиться. Но результат стоит того. Из центра с обреченными условиями по решению суда женщин могут привезти в колонию поселения. Специальный участок для этого не так давно выделили в селе, недалеко от учреждения. Здесь заборы пониже, а свободы еще больше. Здесь мы практически наполовину вольные, можно так сказать. У нас вольная одежда, можно иметь на руках денежные средства, ювелирные украшения. Осужденные стремятся освободиться условно-досрочно и перевестись на колонию поселения. Это очень большой и мощный стимул для осужденных. Конечно, повлияло на положительное поведение, активное участие в общественной жизни отряда и колонии. Исправительные центры появились в колонии номер 10 как часть всероссийского эксперимента, который должен улучшить качество жизни осужденных. Специалисты утверждают, что это совершенно новый подход к исправлению. Сотрудники колонии уверены, что новые методы работы помогут многим женщинам вернуться в общество.